МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель ГАЗ-52, выйдите из машины! Разыскиваем нашего сотрудника. Ищем внимательно, смотрим под ноги и по сторонам. Сюда! Здесь женщина! Мёртвая! За 10 лет 27 эпизодов удушения женщин. В лесу, на трассе, в чистом поле. Четыре суицида. 10 убийств не раскрыто. 13 доведено до суда. Да бред какой-то. Такой статистики вообще быть не может. Этот следак из Минска обвинил племянника главы его полусполкома в изосиловании. Он что, псих или больной? Он что, вообще берегов не видит, что ли? Маньяк у нас в Витебской области. Ты посмотри, сколько их. Вы хотите сказать, что 10 лет подряд какой-то псих убивает женщину? И его не поймали? Пиши. Чистосердечное. Необходимо обойти каждый дом и каждую квартиру на этой территории. Приятно, что милиция стала доверять нам серьезные дела. Ты говорила, у тебя папа на чем уходит? Да, срывается куда-то. Говорит, по работе. Но я ему не верю. Ты посторонний. И не имеешь никакого отношения к этому расследованию. У Ипатия сложилось ощущение, что вы, Михаил Кузьмич, дабы не оставлять висяк, оформили дело Марьяны Марченко как суицид. Если я написал «суицид», значит, это суицид. Такой душитель. Ваш потенциальный клиент. Это какой-то вариант шизофрении? Вы же понимаете, что у нас лезть в это без поддержки. Вот ублюдок, а. Копает и копает, копает и копает. На меня мужчина напал и начал душить веревкой. А зачем вы ночью одна по парку шляетесь? Она единственная, кто видел маньяка. Я осталась жива. Да бредит он. Я тебе говорю, по нему дурка плачет. Я хочу поймать настоящего убийца. Настоящего, а не того, кто под руку попался. Может, и правда нет никакого маньяка. Сам себе его придумал. Вдруг, это все только у меня в голове. Я убил много пап, и скоро еще убью.